МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашей программе. Как сэкономить на энергоресурсах? В Чебоксарах презентовали систему энергосбережения. Чувашский праздник на татарской земле. В Нурладском районе Татарстана прошел уяв. Испанские гастроли. Танцевальный коллектив «Эмоции» вернулся с международного фестиваля. Кабинет министров Чувашии рассмотрел сегодня ряд вопросов, связанных с внесением изменений в действующее законодательство. Но были и совсем новые документы. Минэкономразвитие представила коллегам проект закона о привлечении иностранных инвестиций в экономику Чувашской республики. Законопроект устанавливает основные гарантии прав иностранных инвесторов, предусматривает предоставление им на конкурсной основе государственной гарантии налоговых льгот, создание стабильных условий для предпринимательской деятельности. За непредоставление государственной или муниципальной услуги, а также за несоблюдение сроков, будет ужесточено наказание. Соответствующие изменения вносятся в закон об административных правонарушениях. Причем неважно, кому именно не оказали услугу иностранному инвестору или жителю Чувашии. Министр здравоохранения и социального развития познакомила всех с государственным докладом о состоянии условий охраны труда в Чувашской республике в 2013 году. За последние 10 лет уровень производственного травматизма в Чувашии сократился в 1,9 раза. По-прежнему часто получают увечья строители, работники сельского хозяйства и обрабатывающих производств. Среди причин нарушения трудовой дисциплины половина погибших на рабочем месте были нетрезвыми. Согласно изменениям в госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия включены два новых индикатора – количество высокопроизводительных рабочих мест и индекс производительности труда. Предусмотрена также грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов на развитие материально-технической базы. Глава Чувашии обратил внимание, что в 2014 году средняя заработная плата работников сельского хозяйства прогнозируется ниже, чем в прошлом году. И поручил Минсельхозу скорректировать эти данные с учетом повышения производительности труда в аграрном секторе. Чувашия станет третьим регионом участником проекта по энергосбережению. За отопление жители начнут платить меньше. Произойдет это за счет экономии поступающего тепла, модернизации и установки системы погодного регулирования. Разработчики программы обещают минимум 20% экономии денежных средств в месяц. На обсуждение программы энергоэффективной модернизации жилых домов пригласили все заинтересованные стороны. Жители многоквартирных домов, руководители управляющих компаний и председатели ТОС. Руководитель дирекции по проблемам ЖКХ аналитического центра при правительстве России Мария Шилина и заместитель главы администрации Чебоксары по вопросам ЖКХ Герман Александров с руководителями управляющих компаний обсудили две ключевые проблемы – запуск программы и формирование системы сбора актуальной достоверной информации о состоянии жилищно-коммунального хозяйства. Энергосбережение направлено на снижение объема потребления того или иного вида коммунального ресурса. Снижение это происходит за счет технической модернизации, совершенствования многоквартирных домов. Механизм энергосервиса позволяет реализовать все эти мероприятия уже сегодня за счет средств специализированных энергосервисных компаний. Платили мы за отопление тысячу рублей. По итогам мероприятия размер платежа за отопление становится 800 рублей. В платежку жителя включается вот эта дельта, но не в полном объеме, не все 200 рублей, а 150. И вот эти 150 рублей идут на возмещение затрат энергосервисной компании. То есть платеж не увеличивается. Живем в модернизированном, совершенствованном доме, пользуемся более качественными услугами и постепенно в течение нескольких лет размещаем стоимость этих работ инвестору. С руководителями управляющих организаций отработаны вопросы по предоставлению необходимых данных для участия в программе создания базы данных. Уже сейчас каждый многоквартирный дом имеет свой электронный паспорт. Далее для анализа сбора информации начнут собирать первичные данные. Анастасия Алангина, Евгений Анисимов, Республика. В Батаревском районе на местного жителя напал рой пчел. Мужчина скончался. В настоящее время устанавливаются обстоятельства смерти. Днем 8 июля текущего года у пруда, расположенного по улице Центральной, в деревне Красномайский Батаревского района, на 45-летнего местного жителя падшего уток налетел рой пчел, которые жарили его в области головы. По предварительным данным, от полученных укусов сельчайник скончался менее чем через час. По данному факту Батаревским и жареным следственным отделом следственного комитета проводится доследственная проверка. Проводится судебно-медицинская экспертиза тела погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Менее месяца назад жертвой пчел стал еще один человек. 23 июня в Цивильском районе от укуса пчелы у 45-летнего мужчины началось удушь. Он скончался еще до приезда скорой помощи. Пожарные бьют тревогу. С начала года в республике 94 пожара произошли по причине курения. В огне погибли 32 человека. Пострадали 23 курильщика. Для сравнения, в прошлом году по той же причине зафиксировано 88 пожаров. Очень часто трагедии случаются из-за курения в нетрезвом состоянии. 7 июля произошел характерный случай по данной причине. Это в поселке Красный Октябрь Шамберлинского района произошло возгорание в жилом доме. Огонь удалось локализовать по приезду добровольцев местных, по приезду федеральной противопожарной службы. Огонь полностью был ликвидирован. К счастью, никто не пострадал, и погибших нет. Но этот пожар также произошел по причине неосторожного обращения при курении в пьяном виде. Эта неделя проходит под знаком Дня Семьи, Любви и Верности. Кто-то рождается и живет с этими ценностями в сердце. Кому-то смысл нравственных категорий открывается под давлением обстоятельств. О том, как отмечают День Петра и Февронии Муромских в женской исправительной колонии, наш сюжет. 670 матерей, жен, хранительницы, домашнего очага, возлюбленных. Вместо того, чтобы наслаждаться жизнью и общением с близкими, встречают праздник за колючей проволокой в компании, которую вряд ли можно назвать подходящей. В основном это грабеж, разбой, убийство. Вот такие. Это основная масса. Женские колонии, как правило, напоминают пионерлагеря. Это не новость. Везде чистенько, аккуратно, с недавних пор еще и комфортно. Те, кто твердо встал на путь исправления, могут претендовать на особые условия. Система социальных лифтов доходчиво объясняет – жить по общечеловеческим правилам лучше, чем по понятиям. Все воспитательные усилия направлены на то, чтобы женщины, отбыв наказание, нашли свое место в жизни, соединились со своими близкими. Именно поэтому в День семьи, любви и верности в колонии открывают двери для родственников осужденных, их друзей и подруг. Встреча с близкими, с родными у всех, потому что мы, осужденные, очень ждут всех этих встреч, очень ждут. Не важно, там, письма или чего какие-то, но когда встреча с близкими, с глазу на глаз, это улыбки, это слезы, это радость. Это очень прекрасно, когда родственники не забывают, когда не отворачиваются от осужденных. У всех всякая судьба бывает. Судьба Веры Костроминой распорядилась так, что она провела в колонии 11 лет. За это время выросли ее дети, к самому освобождению родился первый внук. Теперь у нее полно забот, и приехав навестить бывших товарок, она искренне желает им такого же обычного женского счастья. Здесь о нем мечтают практически все. Сотрудники колонии, да собственно и всей системы исполнения наказания, хотят верить. Эти порывы не пропадут в туне, а семья и любовь станут надежными якорями, которые удержат однажды приступивших закон от повторения ошибок. И мы стараемся воссоединить ту семью, которая распалась, к сожалению, найти детей, которые находятся в различных детских домах или непонятно где. Я могу с точностью и уверенностью сказать, что 90% осужденных, находящихся в зале, они задумываются о своем будущем. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Фестиваль «Национальная дружба» прошел в татарском Нурлате. Здесь состоялся восьмой всероссийский национальный праздник чувашской культуры Уяв. Он знаменует окончание весенних полевых работ и всегда отмечается с размахом. В соседнюю республику приезжают чуваши из Ульяновска, Оренбурга, Самары, Башкортостана и Чуваши. Уяв – это всегда народные танцы, обряды, песни. На праздники можно и с историей познакомиться, и национальные блюда ответить, и узнать о традиционных народных ремеслах. Отдельное место отведено в воссозданной школе, которую открыл чувашский просветитель Иван Яковлев. Изучение чувашского языка и литературы в Татарстане и особенно в Нурлатском районе уделяется большое внимание. В районе эти предметы преподают в 11 школах. Рассказал на празднике глава Нурлатского района Равил Кузюров. Ирагун пултыр, хыкла этнышцем, халазем. Мне очень приятно, что этот удивительный, красивый и самобытный праздник проходит именно у нас. Думаю, что это вызвано не только национальным компонентом жителей города и района, но и активной жизненной позиции чувашского населения. Сегодня в Татарстане проживает 120 тысяч чувашей. Это третий по численности народ. По словам премьер-министра Ильдара Халикова, чуваши играют важную роль в экономической, политической и культурной жизни республики. Этот праздник стал для Татарстана доброй традицией. Наряду с русскими, татарскими, удмуртскими, марийскими, мордовскими фольклорными праздниками, Уяв является одним из ярких символов межнациональной культуры Татарстана. Испокон веков, наверное, вот эти традиции наши сохранились. По завершении весенних полевых работ, все чувашские народы, не только чувашские народы, наверное, выходили на праздник. На праздник они веселились, радовались, танцевали, состязались. И вот эти славные традиции наших прятков вы здесь, именно на татарской земле, соблюдаете. Уяв проводится здесь с 2006 года. Богатой культурной программой порадовали гостей и участников праздника более 100 фольклорных коллективов со всех уголков России. Из Чувашии, Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской области, Пермского края, Башкирии и других регионов. Самый прекрасный праздник, что из чувашского, из обряда обычаи чувашцев. Чуваши настолько были народ, которые старинные, сохраняли свои традиции, обычаи. И были, конечно, всегда народ, которые поющие, танцующие. Пришли посмотреть весело, красиво. Спасибо, что есть вы такие наши соседи чуваши. Пусть живут на земле мирно, пусть нам, чтобы мы жили мирно, чуваши, русы, татары. Одним из важных моментов праздника стало подписание соглашения о сотрудничестве между Министерствами культуры Татарстана и Чуваши. После завершения официальной программы Юрий Попов и Ильдар Халиков присоединились к хороводу, главному символу уява. На празднике по традиции прошли спортивные и развлекательные мероприятия и конкурс «Чувашская красавица-2014». Татьяна Молокова, Регина Тимофеева, Николай Яковлев, Республика. Эмоции бьют через край. Чебоксарский танцевальный коллектив вернулся из Испании, где прошел международный фестиваль «Элегрия». Наша съемочная группа встретилась с танцорами, чтобы узнать, чем ребятам запомнилась поездка. Эмоции и творческий коллектив назван не случайно. Улыбка в 32 зуба – визитная карточка юных танцоров. Возможно, поэтому за 6 лет существования коллектива ребята не раз становились лауреатами международных и всероссийских конкурсов. В прошлом году коллектив выступал в Болгарии, а буквально на днях танцоры вернулись из испанского города Калелья. Очень понравились мы организаторам, они были все в восторге и вручили нам диплом европейского образца. Выступления проходили на главной площади города, рядом с церковью Святой Марии. Фестиваль начинался с шествия по центральным улицам города. И затем было еще два фестивальных дня. Участие в фестивале приняли более полутора тысяч участников из разных уголков мира. По итогам выступлений только 8 команд были отобраны для участия в финальном концерте. В числе счастливчиков и коллектив из Чувашии. Со стороны все выглядит очень просто, но повторить неподготовленному человеку просто невозможно. Необходимо иметь талант и недюжие терпение, чтобы победить на международном фестивале. 10 фестивальных дней прилетели незаметно, делятся ребята. По дому не скучали, времени на скуку просто не хватало. Ходили на море, на пляж, на экскурсии, очень много гуляли. Ходили в Порт-Авентура, это такой парк аттракционов. Много было интересного в Парселоне, очень красивые дома, архитектура, очень красивый город. Останавливаться на достигнутом ребята не собираются. В планах еще много фестивалей и выступлений. Залог успеха – каждодневные тренировки. Только так можно взять новую высоту, подчеркивает руководитель коллектива. Дарина Игнатьева, Антон Вовк, Республика. В Урнарах прошел второй открытый спортивный турнир среди пограничников запаса, пенсионеров и ветеранов войны. Организованной Республиканской общественной организацией «Пограничное братство». Кроме популяризации пограничной службы, турнир призван пропагандировать и здоровый образ жизни. Почти в память погибших воинов, минуты молчания участники турнира выдвинулись на место проведения соревнований. На стадион «Химик». В рамках турнира проводились состязания по волейболу, футболу, владению оружием, поднятию гири на ордам. В результате упорной борьбы в соревнованиях по гиревому спорту первое место у пограничника из села Яльчики Леонида Князева. Лучшими футболистами стали представители пограничного братства Ядрина, а волейболистами – команда из Чебоксар. Она также стала победителем командного зачета. После соревнований прошел концерт патриотической песни. Вы смотрели информационную программу «Республика» на национальном телевидении «Чуваши». Я Ольга Пырочкина. С вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин